Привет всем, кто смотрит мой канал. Меня зовут Марина. И сегодня мы будем рисовать с вами брови. Я покажу, как я это делаю и какими продуктами. Так что для начала сотрем бровь. Буду вам показывать вот эту. Я брови прокрашиваю, потому что они у меня сами по себе светлые. И так как я их выщипывала, вы можете видеть, сейчас я приближусь немножко, они волоски отрастают и еще как бы есть пробелы такие лысоватые. Поэтому я их зарисовываю. И использую для этого я вот такую вот кисточку. Я прочёсываю бровь. Затем я беру карандашик от, я вам показывала его в недавнем видео, о продуктах для бровей. Вот такой люкс визаж в оттенке 101. И заполняю. И я начинаю заполнять не из хвостика, как многие это делают, а я начинаю заполнять именно вот с вот этой вот точки, где у меня начинают, как бы пробелы начинаются. И я начинаю, как бы, такими стрижками заполнять эти пробелы. Главное подобрать цвет, который будет вам нравиться, подходить под тон вашей брови или хотя бы максимально подходить. Тяжело, конечно, найти именно тот тон, который у вас свой, или немножко там на тон темнее. Поэтому подбираем свой тон и прорисовываем. И я иду именно по своей форме бровей. Я не иду там по схеме вот так, вот так, вот так. А именно так, как я вижу свою бровь на своём лице, так я её рисую. Потому что, ну, нравится мне, допустим, прямая форма, но для моей формы лица я, даже если я её прорисую, эту бровь, она будет смотреться неестественно, потому что сама вот структура брови, она вот сюда идёт, как бы, и всё это видно, и потом неестественно выглядит, если... Просто я немножечко, как бы, выхожу за рамки своей брови. Вот так это выглядит. Теперь я беру кисточку, снова расчёсочку, прочесываю, спускаю волоски, как бы, на низ. И рисую вверх брови. Тоже начинаю вот с вот этого вот места, где у меня такая залысина немножко есть. очень слегка, и дальше я насыщаю цвет, нажимаю сильнее на карандаш, и прорисовываю опять-таки по своей... по своему контуру. беру расчёсочку, прочесываю. Затем я беру гель от Эссенс в оттенке 02. Немножко убираю продукта с кисточки, потому что его, ну, много получается. И вот гелем я начинаю прочесывать именно с хвостика, чтобы аккуратненько, не спеша. И когда продукта немножко я убрала, тогда я уже начинаю прочесывать впереди. Тем самым это оттеночный гель, то есть он придаёт немножко оттенка. Тем самым насыщаю оттенок вот здесь, но он выглядит более естественно. Если бы я его прорисовала карандашиком, это было бы, ну, заметно, скажем так. Так. Теперь опять-таки я беру расчёсочку, чтобы ненужные... убрать. Вот такой вот кисточкой с консилером я убираю, если где-то есть... ещё раз прочешу. Сравниваем свои брови. Где у нас хватает, не хватает цвета. потому что можно немножечко этим гелем... Я считаю, что везде хватает, но может быть немножечко вот здесь. И как бы вот так вот. Всё. Вот так вот я рисую свои брови. Продукты эти мне нравятся, но это ещё, конечно, не предел. Хотелось бы что-то... Чтобы вот эти два продукта были в одном. Чтобы не таскать с собой вот такие вот, да, тюбики. А чтобы это было в одном. И я знаю этот продукт, но пока ещё не решаюсь, как бы, его купить, потому что стоит он, конечно, недёшево. Поэтому, если вам было полезно это видео, ставьте пальчики вверх, заходите на мой инстаграм, подписывайтесь на мой канал и смотрите моё следующее видео о... Скорее всего, я сниму о своих гель-лаках и покажу, как я наращиваю ногти сама себе гелем для наращивания. И увидимся. Пока!